Голос Америки Вашингтон Эмиль Дрейтер Об этой и других книгах Эмиля Дрейтера, о его жизни в Советском Союзе и в США, о его творчестве пойдет речь в сегодняшней передаче. Через несколько минут мы объявим номера телефонов, по которым наши слушатели могут позвонить в 9-ю студию «Голос Америки», чтобы задать вопросы гостю нашей программы Эмилю Дрейтеру. Добрый день, профессор Дрейтер, я приветствую вас в нашей программе «Говорите с Америкой». Добрый день. И первый вопрос вам. Ваша последняя книга «Кто ты такой?» – это автобиография, история вашей жизни в Одессе. Что именно побудило вас написать эту книгу? Побудили, в общем-то, несколько, так сказать, эпизодов, которые произошли в моей жизни последние 15 лет. Примерно 15 лет назад, я в Америке давно, 30 лет, но вот 15 лет назад, я, так сказать, после того, как прочитал лекцию по, так сказать, своей специальности «Социология русского юмора» в университете Волбани, меня пригласили, ну как это водится, на обед, и мы разговорились с моей заведующей кафедрой, которая была, ну, приехала из Польши девочкой 8-летней из еврейской семьи. Я тоже начал что-то вспоминать о своей жизни в Одессе. Вот, мои детские, юные годы прошли в Одессе. Я там родился и, так сказать, жил там до 60-го года. И вдруг она мне говорит, да вы обратите внимание, обратили внимание, что при слове «джуиш», мы говорили на английском, вы автоматически понижаете голос. Почему? Слово «джуиш» по-русски «еврей». Еврей, да. Так сказать, почему? Я как-то внутренне вздрогнул, потому что, в общем-то, я даже этого не предполагал в себе, потому что я уже был в Америке 15 лет. Ничто мне, в общем-то, не напоминало, так сказать, мою жизнь в, так сказать, в Советском Союзе, особенно в годы из сталинизма, когда в Одессе, в общем-то, антисемитизм достиг, в Одессе и только по всей стране, вот, с 45-го по 53-й год. Как известно, это было самое тяжелое время, и вот по-прежнему я уже, находясь в Америке, все-таки я как бы стеснялся вслух сказать слово «еврей». И это меня как-то заставило задуматься, почему. Потом, спустя несколько лет, пришел еще один эпизод. Значит, тут в Америке есть программа «Устная история эмигрантов», и в частности «Устная история эмигрантов», выходцев из Советского Союза, из Восточной Европы. Вот в рамках этой программы меня брали интервью. И вот во время интервью, когда какой-то вопрос, я уже не помню конкретно какой, речь зашла о моих детских и юношких годах, я начал рассказывать, что-то вспоминать, и вдруг, значит, интервьюер сказал, «Вы обратили?» Я вдруг почувствовал, что у меня в горле спазмы, и на глаза навернулись слезы. Мне было, честно говоря, как-то неудобно, потому что я, в общем-то, не молодой человек, и чего-то вдруг я, как говорится, испытываю какие-то эмоции по вещам, потому что произошло так далеко. И на этом мне интервьюер сказал, «Вы знаете, вы не чувствуете себя неловко, потому что многие из тех, которые мы интервьюируем, так реагируют». Я понял, что, в общем-то, то, что со мной происходит, это не моя личная, так сказать, частная реакция, а что в этом есть нечто, что касается, по крайней мере, того поколения людей, которому я принадлежу. Я родился в 1937 году в Одессе, и, так сказать, жил там, как я уже сказал, жил в Советском Союзе до 1974 года. В 1974 году я эмигрировал. Так что вот это, и, наконец, последняя была чисто литературная, как говорится. Несколько лет назад в Америке бестселлером была книга «Анджелес Эшес», то есть это «Прах» или, так сказать, «Прах Анджелы». И вот это написано, она была ирландским писателем, американцем, и там буквально в самых первых абзацах речь идет о том, что он, так сказать, как бы ставит вопрос риторический. Вот многие народы говорят о том, что вот, так сказать, жалуются по поводу того, как тяжело проходилось детство, юность. Но что может сравниться с судьбой, что означает быть, я на ходу перевожу с английского, что, но как они могут понять, что означало быть ирландским мальчиком в это время? И меня это, честно говоря, сделало заживо, я думаю, ое, как говорят американцы, а что означало быть еврейским мальчиком в годы космополитизма, борьбы за, значит, охота за космополитами, потом, значит, расстрел антифашистского комитета, убийство Михаэлса и, наконец, дело врачей. Вот эти все, так сказать, самые тяжелые годы. У микрофона Джулия Апелл. Вы слушаете программу «Говорите с Америкой». У нас в гостях американский писатель Эмиль Дрейцер. Профессион Дрейцер, вот вы написали вашу книгу «Кто ты такой, живя в Америке». А представьте, если бы вы никогда не уехали из Советского Союза, остались в России, вот с теперешним положением дел в России, вы бы написали эту книгу или нет? Это, конечно, гипотетический вопрос, потому что я в России так уже давно не живу, и, в общем-то, хотя я приезжаю время от времени в Москву, где мне остались друзья, тем не менее мне трудно, так сказать, сказать. Но могу только сказать одно, что вот два года назад, когда книга была готова, рукопись, я приехал в Москву, и, в общем-то, я по наивности думал, что эту книгу опубликует. Мне казалось, что читатель этой книги, в общем-то, это остался в России, основной читатель, кроме, конечно, эмигрантов, которые живут, так сказать, за пределами России. И вот, к моему удивлению, я обращался в несколько издательств крупных, по разными предлогами они отказались от публикации. В одной у меня просто владелец был сам, еврей по национальности, который, в общем-то, сказал мне, что мы не хотим, чтобы нам напоминали, кто мы такие, мы лучше будем читать, если это американская автор, Брейдбери, какую-то фантастику, и мы не хотим этого всего. Понимаете? Поэтому, я поэтому еще раз подумал, что, наверное, я написал нужную книгу. Да, но почему же они не хотят, чтобы им напоминали о положении вещей? Ну, наверное, их надо спросить. Видимо, то, как они себя ощущают в сегодняшней России, заставляет их думать о том, что, в общем-то, несмотря на то, что есть какие-то внешние признаки, ну, по крайней мере, существования еврейской жизни в России, видимо, по-прежнему они не хотят... На эту тему книг я пытался докопаться до причин того, как и когда возникло это во мне лично, потому что книга документальная, на каком этапе, как, почему и что заставляло меня подойти до того, что сменить свое имя. Я по паспорту Самуил Абрамович. Тем не менее, когда речь зашла, когда я стал подрастать и так далее, я каким-то образом стал... Я стеснялся, естественно, своего имени и поменял его на Эмиль. То есть, в неофициальном порядке, но вот мой псевдоним литературный был Эмиль Абрамов, естественно, почему был псевдоним Абрамов, это всем известно, хотя это было смешно. Федор Абрамов, русский писатель. Мой Эмиль Абрамов, по-моему, ни у кого нет сомнения, что, скорее всего, это отчество, переделанное в псевдоним. Но правило было такое, когда он начал печататься, я помню, в Советской России, мне заведующий отдел Афилитонов сказал, «Вы знаешь, у тебя какая-то негазетная фамилия». Вот так оно и началось, поэтому отсюда все. И, видимо, до сих пор есть люди, которые стесняются своего еврейства, не хотят, чтобы оно было известно. И, так сказать, подлинные причины этого, мне, конечно, издалека трудно судить. Я думаю, что живущие в России это понимают лучше. Да, вот ваша книга как раз описывает то, как вы стеснялись быть евреями, как вам очень хотелось быть русским. И такой есть эпизод интересный, где вы идете со своей мамой по улице. Это было, по-моему, сразу после того, как закончилась румынская оккупация. И вы видите, что на некоторых домах нарисованы кресты. И вы спрашиваете своей маме, а что это за кресты? Она говорит, это дома были дезинфицированы. Вот что скрывалось за ее словами? Это она каким-то образом пыталась, каким-то иносказанием вам правду сказать? И как вы это поняли? Ну, я не думаю, что она мне пыталась правду сказать. У меня было тогда всего лишь семь с половиной лет. Я думаю, что она вряд ли хотела бы меня, так сказать, нарушить мой душевный покой рассказами о зверствах фашистов в Одессе. Я думаю, что она просто хотела как бы обойти этот вопрос. И в то же время до конца не скрыть его. Ведь она могла что-то другое придумать. Но дело в том, что на самом деле дезинфекция, конечно, носила метафорический характер. Потому что эти кресты, как я узнал впоследствии, означали, что во время румынской оккупации, когда дом был целиком освобожден от евреев, и они все сосланы в гетто оттуда в лагере смерти, то на этих домах ставили большой крест мелом, что означало, что можно сюда уже не заходить, здесь все в порядке. Пойдем к следующему дому. Спасибо вам за ответ нашему слушателю. А давайте вернемся к обсуждению вашей книги «Кто ты такой». Вся книга, в принципе, это о том, как вы идете к осознанию того, кто вы такой. И один, на мой взгляд, очень важный эпизод – это эпизод, когда вы со своей мамой рано утром едете на Пересыпь покупать мацу. И пекарь вам подает и говорит на идиши… Исправьте меня, если я неправильно скажу, гуд юнтиф, да? Гуд юнтиф. Гуд юнтиф. И вы стоите, и вам хочется сказать ему в ответ, но вам и не хочется, потому что сказав это, вы как бы признаете, что «да, я еврей». Вот это был какой-то… и в конце концов, все-таки вы говорите ему в ответ на идиши с праздником. Вот это можно считать переломным моментом в вашей жизни, в осознании того, кто вы такой, где ваши корни? Ну, вы знаете, это можно сказать условно, потому что мне было тогда лет 12, насколько я помню. В каком смысле? Я думаю, что просто в первый раз я как-то понял, что у меня, в принципе, нет выхода. До этого я жил, так сказать, ну, дети многие живут под впечатлением, что реальность, она не такая, какая она есть, а такая, как они ее себе воображают. Я упорно, как вы знаете, почитав мою книгу, отказывался от того, что я еврей. Я считал, что, в общем-то, ну, действительно, я не знал ни языка, ни истории, ни культуры, ни религии, еврейства. И поэтому, каким образом, я спрашивал себя, я еврей. Только потому, что там в паспорте так написано, у папы и мамы. То есть я считал это несправедливостью, одним словом. И вот только вот этот эпизод, в общем-то, заставил меня понять, что, в общем-то, у меня нет выхода, хочу я этого или не хочу этого. Я не могу стать русским мальчиком. Ну, я еврейский мальчик, то есть я бы сказал по-американски Russian Jewish, то есть русский, я русский еврей, от этого никуда не денешься. То есть это понимание пришло, что, вот, так сказать, пути в какую-то другую реальность, в какую-то другую идентификацию у меня нет. Но понадобилось много лет для того, чтобы, так сказать, принять, не просто понять, что еврей, но принять, так сказать, и то, что это понимание того, что евреи себя включают, живя вот, особенно в те тяжелые годы в России. Ну вот, а вы имя свое изменили, да, Самуила на Эмиль, когда вам было 18 лет, но потом, приехав сюда, в США, почему вы его не поменяли обратно? Вот, это очень хороший вопрос. Дело в том, что, конечно, это тот самый, это именно поэтому мне понадобилось 15 лет, да, чтобы, когда меня спросят, почему вы понижаете голову, чтобы я понял, что по-прежнему, хотя я уехал из России, все это осталось. По-прежнему осталось, как бы, стыд от того, что я еврей. Неосознанный, естественно. Если бы меня спросили, я бы сказал, нет, ничего подобного и так далее. Но на самом деле это было все загнано внутри. И меня вот вчера, у меня было интервью здесь на Нью-Йоркском, Нью-Йоркской радио, русскоязычной. Меня спросил один таксист, который звонил из такси, и он был совершенно возмущен. Он сказал, что вот, когда, так сказать, ведущий программу рассказал именно об этом эпизоде, был совершенно возмущен и сказал, что вот, как вам не стыдно, то есть мне. Вот я, она говорила себе, я, несмотря ни на что, я все-таки оставил свое имя и никогда, и так далее. Я ему на это ответил тоже, что могу ответить вам. Мне стыдно. Если бы мне не было бы стыдно, я бы не написал эту книгу. Эта книга понять задним числом, как стыдно я жил мальчикам, юношей и потом взрослым человеком. Как я подавлял себя, это было на самом деле самоунижение. Я это прекрасно понимаю. Спасибо. У нас еще один звонок от Стаса из Германии. Здравствуйте, Стас. Добро пожаловать в эфир. Здравствуйте, Джулия. Приветствую вашего гостя в студии. И хочу задать вопрос. Ну вот вы, иммигрант бывший, уехали давно уже в Америку, когда уровень шума, вот внешнего, скажем, в городе был не такой, как ныне. Ну вот вы пишете, скажем, книгу в тишине, или где вы пишете книгу? Вот тогда уровень шума внешнего, начало семидесятых США и сейчас, вот что можете сказать? Или, вот что вы думаете по этому, если ответите, может быть? Спасибо, Стас. Пожалуйста, профессор Андреевич. Я не совсем понимаю, в каком шуме идет речь. В моем смысле метафорическое. По-моему, в прямом. То есть в каких условиях вы пишете, мне кажется, вот что... Ну, так сказать, представление о том, что писатель пишет в каких-то там определенных условиях и так далее. Ну, не знаю, может быть, есть и такие. Дело в том, что я, в общем, основная моя работа, я преподаватель университета. И, естественно, пишу я урывками между подготовкой лекций, между проверкой экзаменационных работ. Летом, правда, у меня есть три месяца, когда я это делаю. И, в общем-то, ну как, я ищу тишину, где я только могу найти, на сколько минут я могу ее найти. Так что, поэтому для меня это, в общем-то, не проблема. Время – это проблема. Ну, вот урывками, не урывками, время – проблема. Однако вы написали довольно большое количество книг. И я хочу процитировать журнал World Literature Today, «Мировая литература сегодня». И они написали о вас следующее. «Юмор Дрейцера столь глубоко философичен, что читатель порой не замечает, где кончается комедия и начинается трагедия». Конец цитаты. И я, на мой взгляд, это правда. Например, несмотря на то, что книга кто-то такой написана с живым юмором, тема ее далеко не смешная. Вот такой юмор – это осознанная особенность вашего писательского стиля, или же это у вас так получается подсознательно? Ну, я не думаю, что есть какая-то осознанная… Я думаю, что любое писательство, особенно художественное творчество, это продолжение вашего, так сказать, эго, то, что вы есть как человек. Я думаю, что все-таки корни уходят обратно туда же, в Одессу. Я вырос в Одессе. А в Одессе, в общем, ирония – это, в общем-то, принятый способ разговора. Редко одесситы говорят прямо и серьезно, всегда присутствует элемент иронии. И поэтому в этой… Тем более, что вот в этой книге, вот кто-то такой, было важно показать самую иронию. Потому что я пишу и, в общем-то, уже глядя назад в свое детство и отрочество, в общем-то, спустя так много лет. И поэтому я, конечно, вижу по-другому себя так. Я смотрю просто туда и вспоминаю, как, что я чувствовал и понимаю сейчас. Это книга размышлений, это не просто дневник того, что там было. Это книга того, как я понимаю сейчас, что было со мной тогда. Поэтому, естественно, тут юмор необходим для того, чтобы посмеяться над самим собой и, так сказать, мне стыдно. Я говорю, что некоторые эпизоды, о которых я пишу, мне стыдно об этом говорить, потому что у меня не было чувства собственного достоинства. Оно всячески подавлялось, так сказать, из-за страха, из-за ощущения, что все кругом небезопасно и так далее. Да. А у нас еще один звонок от Михаила из Германии. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я недавно приехал в Германию. Приехал я сюда вот из-за того, о чем сейчас вы говорите. Значит, моя, так сказать, я с самого детства имел возможность иметь вот такого злого в виде антисемитизма. Но в последнее время что-то совсем уже стало захлестывать. Вот я работал в последнее время в Нижегородском облопотребсоюзе. И мои начальники договорились до того, что если бы Адольф Гитлер уничтожил всех евреев, значит, это самому русскому народу сейчас бы злось очень хорошо. Я собрался и выехал. Я хочу вас спросить, неужели сбываются слова Нострадамуса о битве добра и зла? Спасибо вам, Михаил, за вопрос. Профессор Дрейсер, вы можете ответить что-нибудь нашему слушателю? Ну, я не могу ответить на такие глобальные вопросы, как типа добра и зла. Да, но вот тот эпизод, о котором сейчас Михаил сообщил, мне живо напомнил как раз эпизод, о котором я не помню, правда, в последней редакции вошло ли это в мою книгу. И точно эти слова я слышал от пьяных, так сказать, в очереди. Я помню, в Одессе где-то год был 48-49, вроде того же, что вот Гитлер не доделал то, что начал. Понимаете, так что это в принципе осталось, ничего нового я не вижу, и это, к сожалению, грустно. Прошло столько лет, сейчас Россия далеко не в том положении, в котором она была сразу после войны, когда бы она была разгромлена хозяйством, и это можно было понять, так сказать, не обязательно принять, но понять такого рода настроения. Но сейчас это действительно весьма грустно. Да, еще одна цитата из вашей книги «Кто ты такой?», о том, о чем мы говорили до того, как приняли звонок от Михаила из Германии. «К смеху в Одессе отношения пристальной ревности одесситов без чувства юмора не бывает». И действительно, Одесса – это родина таких писателей, как Исаак Бабель, Илья Ильф, Евгений Петров, Михаил Жванецкий. Все знают одесские анекдоты, была команда одесских джентльменов в конкурсе Клуба веселых и находчивых. Вот, по-вашему, чем объясняется этот факт, что Одессы без юмора не бывает? Что же такое есть особенного в Одессе, что рождает юмор? Я думаю, это прежде всего объясняется тем, что Одесса с самого начала, то есть конца XVIII века, когда она была основана при Екатерине II, была местом, где жили бок о бок люди самых разных культур. Там жили украинцы, русские, евреи, греки, болгары, румыны, грузины, армяне. И вот существование этих культур, людей разных групп в одном городе воле-неволе привело к тому, чтобы использовать юмор в качестве инструмента, ну что ли, предупреждения, так сказать, обхождения острых углов. Юмор имеет это вот качество. Даже в Америке, скажем, если приходит к, скажем, психологу, супружеская пара, у которой проблемы есть в отношениях, первым делом психолог спрашивает, вы друг другу рассказываете, шутите друг с другом, вы говорите, и это будет первый знак, если нет, это будет первый знак, что, в общем-то, действительно, взаимоотношения между супругами находятся в тяжелой форме, потому что юмор позволяет говорить об острых вещах, в то же время в форме, которая щадит самолюбие, которая позволяет, так сказать, избежать конфронтации. Поэтому традиционно в Одессе волей-неволей юмор был частью каждодневного дискорса. И, конечно же, если посмотреть на само качество, так сказать, одесского юмора, то видно, по крайней мере, три основных компонента. Ну, прежде всего, это, конечно, русская лексика. Во-вторых, к ней примешаны порой украинские, скажем, предлоги. Я вам не скажу, за всю Одессу, это так украинцы говорят. И, наконец, идиш. В Одессе, как известно, всегда было значительное количество евреев, которые приехали туда как иммигранты. Вот это трудно нам представить, что, на самом деле, евреи, которые поселялись в Одессе, они туда стекались из местечек, со всей полосы, так сказать, черты оседлости, и они были как бы иммигранты. То есть они попадали из маленького замкнутого мира, местечка, попадали в мир относительной свободы. Одессу они случайно назывались, так сказать, свободным городом. И им надо было наскоро освоить язык для них новый, русский. И поэтому они, естественно, так же, как все иммигранты, скажем, в Америке тоже, скажем, на Брайтон-Бич, говорят, так сказать, наполовину, переводя английскую фразу буквально слово в слово на, так сказать, вернее, извините, русскую фразу переводят на английский, если пытаются сказать. Одним словом, получается в результате комический эффект. И поэтому вся, так сказать, интонация и фразеология, и часть поговорок и пословиц перешли просто с идышка кальки. И поэтому звучит смешно. Это смешно только для носителей русского языка, которые знают, что такое языковая норма. Многие одесситы даже не понимают, почему это смешно, потому что, в общем-то, они говорят так, как они, так сказать, привыкли с детства. Ну вот вы сами в книге пишете, одесситы говорят смешно. Вы сами одессит по рождению. Вы считаете, что вы смешно говорите? Ну, дело в том, что я уже в Одессе давно не живу. Я не говорю смешно. Но время от времени я ловлю себя на том, когда я разговариваю с своими друзьями, скажем, по-русски, он мне что-то, допустим, недавно какой-то у меня приятель спрашивает меня, ну, что-то такое мне говорит, довольно грустно, я не знаю. Я говорю, ты что, смеешься? Это чисто одесское выражение. Ты что, смеешься? Он ничего не смеялся, он просто сказал о том, что вот какое-то печальное... То есть я хотел выразить, на самом деле, что это означает, что смеешься. Этого не может быть. Этого не может быть. Поэтому, конечно, в речи это проскальзывает, хотя уже давно и за пределами этой языковой всерьез, в которой, так сказать, эта форма, так сказать, дискурса, как бы каждый раз обновляется, оживляет и так далее. Да. Вот одна из ваших книг, по-английски она называется «Taking Penguin Studio Movies». По-русски это будет... Подскажите мне, пожалуйста. «Пингвинами в кино». «Пингвинами в кино». Это исследование этнического юмора в России. Ну, какие этнические группы вы исследовали и почему именно их? Ну, в общем-то, задача была такая. Дело в том, что, по крайней мере, на английском языке в то время, книга вышла, по-моему, в 98-м или 99-м году, я уже не помню, не было, в общем-то, понимания, крайней мере, в американской словистике, что из себя представляют этнические анекдоты в России. Я пытался ответить на этот вопрос, рассматривая основную группу анекдотов, которые циркулировали в Советском Союзе, во крайней мере, во времена Брежнева. И я, поэтому, написал отдельную главу о грузинах, отдельную главу анекдоты об украинцах, отдельную главу анекдоты о чукчах. И там отдельная есть глава, это еврейский юмор. Еврейский юмор времен эмиграции. Почему, какие функции у него были внутри, так сказать, самого общества и так далее. Поэтому вот возникла необходимость как бы объяснить, почему возникли эти анекдоты, что стоит за тем, что кажется простым, так сказать, развлечением. Ну, а есть какие-то отличительные черты этнического юмора? Например, чем грузинский отличается от украинского? О, конечно. Прежде всего, отличается тем образом, который приписывается этому стереотипу. Украинцы в эти анекдоты выступают, как правило, как глупые, как жадные, скажем, сало как элемент часто возникающихся, так сказать, в анекдотах украинских и так далее. А грузины, наоборот, как, так сказать, ну, не наоборот, а в самом случае, как богачи, которые, так сказать, наживают, так сказать, огромные деньги на, там, продажи, там, апельсинов и цветов и так далее, как это было в 50-е и 60-е годы. Поэтому у них у каждого есть свой стереотип. И, так сказать, поэтому они, конечно, отличаются. Я уже не говорю о чукче. Это отдельный образ, который, так сказать, обладает теми, опять же, стереотипными качествами, которые приписываются в чукче. Нереальные чукчи совершенно не такие, какие они выведены в анекдотах, как, впрочем, как и любой другой группы в реальности. Скажем, те же грузины. Известно было, что не больше одного процента грузин занимались вот тем предпринимательством, который в рамках брежневского времени. Тем не менее, в анекдотах представление было о том, что все грузины такие. В этом состоит, так сказать, сама суть. Анекдот иначе не может оперировать. Он создает стереотип и, в общем-то, дальнейшая-то игра со стереотипом. Вот по этому поводу я процитирую замечание. Есть такой американский публицист в Лос-Анджелесе, Сай Фрумкин. Его эссе было опубликовано в американском журнале на русском языке «Вестник» за июнь этого года. И вот он пишет следующее. Большинство русских никогда не имели никаких дел с чукчами, но все они слышали анекдоты об этом маленьком народе и уверены в том, что чукчи очень глупые. Норвежцев считают хладнокровными, сицилийцев жестокими, американских южан расистами и так далее, и так далее. Вот, профессор Андрейс, вы считаете, что ваши исследования, подобные исследования, как с пингвинами в кино, они помогают развенчивать подобные предвзятости? Я думаю, что да. В этом была, в общем-то, и цель, как бы помочь людям. Ведь очень часто бывает так, что люди слушают анекдоты и уверены, что такова есть и реальность. На самом деле это все не так. Анекдоты — это игровой элемент, это очень нельзя забывать. И он, так сказать, вычленяет ту часть, это создаётся некий стереотип, с которым происходит игра. Поэтому соотносить это с реальностью, с реальными людьми — это просто опасно. Украинцы, я вырос на Украине, и я не помню ни одного украинца, который бы как бы соответствовал тому стереотипу, который анекдот. Наоборот, я помню, как меня принимали, я помню эту щедрость, я помню обилие еды, и которые, так сказать, которые обычно выставлялись на гостеприимстве, тогда это совершенно не соответствует, так сказать, той действительности, которая, по крайней мере, мне известна. А эта книга переведена на русский язык? Нет, вы знаете, это меня очень удивило. Я был как-то убеждён, что эта книга должна быть интересной русскому читателю. Так же, как и моя следующая книга, как она по-русски, «Making war, not love». Ага. Занимаясь войной, а не любовью. Это исследование юмора, связанного с взаимоотношением полов. Так, очень, это как бы антология, анекдоты, или социологическое исследование? Я антологиями не занимаюсь. Это, опять же, социологическое и культурологическое исследование. То есть, одним словом, что говорят о себе, рассказывающие анекдоты, сами того не подозревают. Одним словом, что стоит за теми, так сказать, культурными предпосылками, которые стоят под текстом этих анекдотов. То есть, отношение к женщине, отношение, что является, скажем, мужским, так сказать, стереотипом. То есть, отдельно там есть глава об алкоголизме, как часть установления мужской, идентификации как мужчины и так далее. Ну, множество. Эта книга довольно большая. Но я привез в Москву, показывал нескольким издателям, но, в общем-то, до сих пор, к моему удивлению, никакого, так сказать, интереса не возникло. Может, все возникло. Российские издатели не заинтересованы в таком материале. Мне кажется, что это должно быть интересно. По крайней мере, мои, так сказать, знакомые в Москве с большим интересом это читали. Но, конечно, надо, так сказать, так как книга только на английском существует, она, естественно, недоступна читателям в России. Вот еще одна ваша книга называется «Недозволенный смех. Политические анекдоты советского периода». И, как я понимаю, она опубликована по-русски и с английским переводом. По-вашему, вообще можно ли переводить юмор с одного языка на другой? Ведь для того, чтобы понять юмор, нужно знать определенные реалии, их нужно разъяснять тем, кто не знает русского языка, трудно переводить игру слов. Вот не теряется ли смысл анекдотов при переводе? Вы совершенно верно все, что вы говорите. Насколько юмор действительно, прежде всего, это игровой элемент в пределах определенной культуры. То есть что это означает? Означает, что полное владение языком и полное мгновенное распознавание того, что находится, как говорится, в public domain, то есть то, что люди знают мгновенно. Одним словом, или это какие-то знаменитости, там, скажем, актеры, политики, которые, так сказать, являются персонажами. Объяснять это невозможно, это нет времени. Поэтому, когда эта книга, я ее издал довольно скоро после приезда в Америку, и она получила довольно большую прессу, получая New York Times и Washington Post и так далее, в общем-то, по одной простой причине. Это маленькая книжка. Тогда советские войска вошли в Афганистан, и все, что касалось России, стало, так сказать, было интересно. Так вот, реакция была, когда эта книга была опубликована, то один из критиков в журнале «Не лидер» как раз написал об этом. Какие анекдоты и так понятны, то есть в переводе на английский, а какие не совсем понятны и почему. И основное, это, конечно, то, что языковый барьер, конечно, не позволяет перевести анекдоты, связанные, так сказать, с игрой слов. Это, безусловно, это практически невозможно перевести. И, опять же, те, кто понятия не имеет, так сказать, те, кто понятия не имели в то время о российской и советской действительности, конечно, не могли представить себе, что это такое. Даже сейчас, должен вам сказать, спустя много лет, вот я преподаю, у меня в последнем семестре был курс, значит, такой обзор русской культуры советского времени. И вот я рассказывал своим студентам даже часть, так сказать, своих личных впечатлений и так далее, и я сказал вечно следующее. Вы знаете, вот я вам все это говорю, мне самому это странно, мне кажется это невероятным, но столько было нелогичности, столько бессмысленности в той жизни. И поэтому, естественно, эта часть анекдотов, когда мы начинали, это издательство «Альманах», которое предложило мне это сделать в Лос-Анджелесе, предполагалось, что будет несколько, там, этих выпусков. Первый выпуск вошел, там было меньше ста анекдотов. Предполагалось, но когда я начал отбирать эти анекдоты, именно по этому принципу, я понял, что не так много можно перевести на английский без ущерба для, так сказать, комического эффекта и понимания. Совершенно верно. К нам, нам звонит Константин из Германии. Константин, здравствуйте, вам открыт микрофон. Здравствуйте, дамы и господа. Уважаемый господин Грезер. Я слушал ваши сегодня все слова и вас приветствую в том смысле, что первый раз в жизни слышу, что вы так открыто говорите о своем вот этом комплексе еврейском. Вы были еврейским мальчиком, а я был немецким мальчиком. Это было все очень похоже. То, что вы пережили, я пережил тоже. Это меня все это очень, конечно, волнует. И я всегда говорю своим знакомым евреям и так далее, я говорю, надо перестать стесняться, надо почаще говорить это слово еврей. И пора уже гордиться. Ведь столько имен, столько этот народ, талантливейший народ, столько дал миру. Ну и так далее. Вот я бы хотел еще сейчас опуститься на землю. Это, конечно, чувство. Да, но еще бы хотел вспомнить, вот здесь в Германии часто показывают эти нацистские пародировки, эту жуткую гадость. И очень часто вот этот персонаж еврейка-старуха с отсутствующим взглядом и сможденным лицом, который даже не знает, за что же ее, собственно говоря, уничтожают. Я хотел бы все-таки обратиться вот как раз к этой теме, что речь идет, что мне было, что важно, что эта книга не только, скажем, о еврейском комплексе неплагоценностей, об отношении к евреям, к национальным мещенствам, со стороны враждебной, так сказать, окружения, особенно в то время, но что это касается, в принципе, любой группы, которая оказывается маргинальной. Вот звонящий из Германии сказал, звонивший, что вот он был немец и знает, что это... И я выступал, вот презентация моей книги была в Сан-Диего, и одна из читательниц подошла ко мне, она говорит, я очень хорошо понимаю, о чем вы пишете в своей книге, хотя я не еврейка, я русская, но я прожила много лет в Эстонии, особенно вот в Эстонии вот после распада Советского Союза, поэтому я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Профессор Дрейцер, у нас осталось буквально несколько минут, и я хочу спросить у вас о ваших новых проектах. Вы пишете роман, по-моему, по-русски он должен называться «До свидания, Одесса, мама». В общем-то, название, которое я ему дал, давно я начал писать, но не было времени, может, надо было писать и научные книги, поскольку от них зависит, в принципе, моя работа. Нет, я назвал его «На Кудыкину гору», но как бы под заголовок был написан «Одесский роман». Это роман об эмиграции, то есть свидетелем, частью которой я сам был, 70-х годов, вот из России, из Советского Союза, вот через Рим, проходящую вот в разные страны, в частности, в Америку. Вот об этом, так сказать, главы, некоторые главы же опубликованы в Америке, в некоторых русскоязычных журналах. «А где можно приобрести вашу книгу «Кто ты такой»?» Потому что вот она не опубликована в России, но наверняка россиянам будет интереснее почитать. Ну, единственное, что я могу сказать, что поскольку она вышла небольшим тиражом, и, так сказать, можно, конечно, обратиться к издателю в Балтиморе, но в основном-то, если самое простое, это по моему веб-сайту, там есть контакт, мне написать, и мы свяжемся, и я найду возможность каким-то образом... Какой у вас... Это emildreitzer.com, то есть одним словом, только моя фамилия d, как David, r, a, i, t, s, e, r, dot com. Это одно слово, emildreitzer.com. Я повторю еще раз для наших слушателей английскими буквами e, m, i, l, d, r, a, i, t, s, e, r, точка, com. И вы, профессор дрейцер, ответите всем, кто будет заинтересован в приобретении вашей книги, да? Да, конечно. К сожалению, так сказать, экономика такова, что книга вышла небольшим тиражом, и ее очень сложно даже в магазины отправить. Поэтому моя надежда, что кто-то в Москве все-таки найдет храбрость и опубликует эту книгу. Но пока такого издателя не нашлось. Да, я надеюсь тоже, что кто-нибудь заинтересуется в том, чтобы опубликовать вашу интереснейшую книгу в России. На этом наша программа подошла к концу. Сегодня с вами в студии «Голоса Америки» в Вашингтоне был по телефону Эмиль Дрейцер, американский писатель, доктор словистики, профессор колледжа имени Томаса Хантера в городе Нью-Йорк. На этом мы прощаемся с вами. Спасибо всем, кто нас слушал и принимал участие в программе. Всего доброго.